добрый день дорогие друзья как всегда в 12 часов дня я рад приветствовать вас директ академии и надеюсь что сегодня у нас будет интересный вебинар сегодня наш вебинар по истории искусства и ведет его наша постоянная ведущая мария георгиевна пивень вебинар как вы уже поняли из первого слайда посвящен анри матису ну а я позволю себе как всегда в первые минуты нашего вебинара рассказать о тех полезных ссылках которые размещены в самом начале нашего чата итак первая ссылка ведет на наш сайт директ академии на его главную страницу с расписанием где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия онлайн мероприятия до конца учебного года до или июля месяца 2 2 ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе на котором размещены уже почти 450 вебинаров которые записаны и доступны в виде 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 видео на этом канале этот вебинар тоже записывается и через некоторое время появится на нашем видеоканале третья ссылка ведет на наш на страницу онлайн-курсы эта страница для тех кто хочет учиться дистанционно и там представлены 11 онлайн-курсов частности один из них курс марина орешка запускается уже 3 апреля а спешите кто хочет попасть на этот курс ну и посмотреть другие курсы а наконец последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов на которые вы можете приобрести сертификат об участии в данном мероприятии и еще я хотел бы уже в конце нашего чата проанонсировать три следующих мероприятия до конца нашей недели напоминаю что директ академии это вебинар каждый день и соответственно завтра послезавтра и в пятницу будут свои вебинары завтра в качестве спикера выступлю я моя тема университетская библиотека онлайн для библиотекаря это наш типовой вебинар для библиотекарей тех кто хочет подробнее узнать о нашем флагманском продукте 28 марта снова выступит алексей васильевич мурзинов который у нас был вчера и его вебинар свод анализ на службе образовательной организации как провести анализ без ошибок кто был вчера видели как активно было вчера на вебинаре как много было интересного и обсуждение было я надеюсь что послезавтрашний вебинар будет таким же а ну и наконец в пятницу 29 марта татьяна телегина тоже наш постоянный ведущий проведет вебинар сильный голос залог успешности вашего выступления это будет вебинар практикум и татьяна подготовила нам какие-то сюрпризы в частности обещала позвать кого-то интересного на свой вебинар а ну что ж а я передаю слово на этом у меня все я передаю слово марине и объявлением у меня будет в конце вебинара так что ну сейчас пока не буду его делать добрый день уважать слушатели участники сегодняшнего вебинара сегодня мы будем говорить уже об искусстве века 20 собственно необходимость в обновлении художественного языка необходимость в обновлении содержание содержание и формы в изобразительном искусстве вылилось в начале двадцатого века в рождении целого ряда авангардных направлений и собственно важную роль в развитии авангардизма сыграл художника которым мы поговорим сегодня французский мастер анри матис один из крупнейших мастеров двадцатого века надо сказать что по сравнению с другими крупными мастерами анри матис достаточно поздно обратился к художественному творчеству поскольку он последовал желанию совету его отца рекомендовавшему рекомендовавшего ему юридическую карьеру и обращение к художественному творчеству состоялось когда анри был уже достаточно взрослым человеком ему было где-то около 19 лет и собственно непосредственным таким поводом обращение к художественному творчеству как это не парадоксально оказалась болезнь в процессе выздоровления после долгой болезни юноша развлекался тем что копировал срисовывал картинки с популярных созданий с открыток и собственно говоря вот это занятие показала ему что пожалуй это то чем он хотел бы заниматься в дальнейшем в жизни надо сказать что первые годы его художественного творчества это года его собственно поисков собственного выразительного языка года становления это период конца 90-х годов когда он начинает работать преимущественно изображает натюрморты до 1904 года когда начинают уже складываться собственно те принципы которые будут определять его уникальность индивидуальность неповторимость его творческого метода в целом можно можно охарактеризовать вот этот ранний период как движение от импрессионизма от живописи старых мастеров которым он также обращался к акцентированию цвета как главного художественного выражения в живописи надо сказать что собственно вот эти ранние его произведения они навеяны традиционной живописью такова например работа хранящаяся в нашем отечественном московском музее музее изобразительных искусств которая представляет бутылку голландской водки и окружающий собственно натюрморт с сосудом и персиками собственно работа связанная с такой преимущественно темной светотеневой трактовкой внимание к рефлексам с одной стороны показывает ту школу которую мастер проходил копируя работы старых мастеров в лувре он этим собственно увлеченно занимался пытаясь постигнуть азы художественного творчества так и влияние импрессионистов в частности в широте москов которые лепят форму предметов можно увидеть и импрессионистические влияния надо сказать что собственно несколько меняется манера манера анри матисса после его переезда с севера франции в париж где цвета цвета в его работах становятся более яркими а собственно манера живописи и композиционные принципы отражают в этот период влияние пост импрессионистов гогена и особенно сезанна в частности увлечение сезанном вот такая сочная лепка формы синего кувшина в натюрморте из музея изобразительных искусств показывает сезаннистские влияния точно также можно увидеть влияние пост импрессионистов и в работе лексинбургский сад около 1901 года матис пишет серию пейзажей в которых представляют уголки лексинбургского сада и собственно строится строится композиция вот такими крупными пятнами цвета мы видим что цвет становится вот таким более интенсивным обращает на себя внимание и форма вот опять-таки различия между кустарниками которым придана с помощью стрижки определенная вот такая геометрическая геометризованная форма сочетаются со свободными линиями крон свободно растущих деревьев существенные изменения происходят в манере матиса собственно с этого времени мы можем говорить уже о рождении его вот такого собственного видения в середине 1900-х годов так в частности тысячи лета 1905 года он проводит вместе с семьей и со своим другом художником андре дереном на юге франции в калиуле как это часто бывает в биографии живописцев вот такое открытое солнце яркий южный свет способствует новому видению новому пониманию цвета новому его видению и собственно вот это новое видение цвета заставляет матиса сопоставлять сочетать различные цвета и оттенки так в частности вот в этом замечательном пейзаже который написан опять таки свободными мазками между которыми мы видим даже свободное пространство в котором сочетаются теплые и холодные тона но вот эти присутствие холодных оттенков лишь усиливает общее впечатление жаркого яркого летнего дня собственно вот эти работы уже можно считать началом фавистического периода периода фавизма в истории анри матиса поскольку в 1905 году он становится одним из основных собственно главным участником выставки на осеннем салоне 1905 года выставки которая собственно обратила внимание на рождение нового течения в во французском искусстве благодаря на меткому выражению критика луи вакселя художников среди которых помимо матиса были такие мастера как андрей дерен анри манген близкие близкие к близкие к марисе фламинк пейзажист ну и собственно ряд близких этой группе живописцев мастеров таких как альбер марке в дальнейшем собственно даже жорж роу выставлялся вместе с фавистами хотя всячески подчеркивал свое от них отличие то есть подчеркивал что он не считает себя фавистом ну собственно группу этих живописцев и близких к ним да таких например как кеслан донген собственно в это время париж становится является таким крупнейшим европейским художественным центром он привлекает разных мастеров и и собственно выставка 1905 года показала что существует вот такое новое направление само вот это словечко фависты образовано от французского слова означающего дикий что отражало собственно некоторое замешательство публики и критики от тех методов творческих которыми пользовали пользовалась эта группа художников соответственно надо сказать что главным выразительным средством становится для этих живописцев цвет и здесь конечно нужно отметить вообще важность влияния предшествующих поколения предшествующих мастеров поколения тех кого мы называем пост импрессионистами в частности и винсента ван гога и безусловно сезанна чрезвычайно важно что в 1900 годы проходит ряд важных выставок вот таких выставок объединивших большое количество работ мастеров пост импрессионистов так 1901 году в галерее бернхейджон прошла выставка ван гога собственно влияние пост импрессионистов на поколение молодых мастеров оно чрезвычайно важно и собственно матис в период своего становления учился у густава моро он как мы уже говорили посещал лувр копируя то есть следуя традиционному пути художника но вот те приемы которые рождаются в этот период они определяют в целом контуры творческого метода который складывается в работе художника вот этот свободный мазок широкие плоскости декоративное значение цвета экспрессия цвета который отличает работы фавистов можно увидеть в пейзаже а надо сказать что вообще пейзаж это излюбленный жанр фавистов помимо вида калиура здесь можно также увидеть также привести в пример еще и такую работу как оливковые деревья в калиуре написаны летом 1906 года в которых опять таки мы видим как важно для художника работать чистым цветом широкими мазками также отметим такую деталь как подчеркивание контура с помощью обведения силуэта изображенных предметов вот такими достаточно густыми линиями ну и собственно почему же дикие что удивительного что возмутительного увидели критики в работах мастеров дело в том что творческий метод фавистов он был основан на использование новом использовании цвета например очень ярко это можно продемонстрировать в портрете скажем одной из вот таких откровенно фавистических работ является портрет амели матис портрет мадам матис который работа которая также получила название зеленая полоса собственно зеленая полоса пролегает по центру лица проходит по углу и и продолжается дальше поле скользит по линиям носа женщины мы видим что фависты отказываются от традиционного использования цвета в тенях то есть тени становятся цветными причем это касается не только на трактовки образов природы но и образа человека вот такие густые крупные мазки салатово зеленого цвета которые положены под глазами которые положены собственно соседствуют с такими лимонными оттенками вот такое подчеркнуто экспрессивное использование цвета оно чрезвычайно эмоционально оно декоративно но оно не традиционно для той публики которая привыкла к методам академической живописи и собственно даже к приемам живописи импрессионистов фависты в этом отношении пошли значительно дальше соответственно отказываются от часто фависты отказываются от моделировки светотеневой моделировки местами мы видим как лицо моделируется с помощью светотени да отдельные фрагменты отдельные фрагменты изображения выглядят ну откровенно плоскость и вот эти цветные тени на лицах голубоватые розовые зеленые появляются в портретах которые рождаются мастерами невозможно здесь не привести цитату высказывание собственно самого художника по этому поводу вот такое стилизованное часто изображение женских образов наделение их совершенно новыми вот такими выразительными цветовыми качествами приводили к вопросам даже со стороны знакомых к удивленным вопросам и мать и собственно говорил следующее одному знакомому сказавшему мне что невозможно чтобы я видел женщин такими как я их изображаю я ответил если бы такая женщина встретилась мне на улице я бы удрал от нее в страхе но ведь я создаю не женщину а картину вот эта разница между реальностью реальным образом и искусством и условностью которая отличает живописное произведение особая красота картины которая связана несколько иными принципами и законами нежели реальность это декоративное собственно понимание живописи она всегда будет присущи матису и цвет действительно станет главным выразительным средством в его работах собственно вот еще портреты этого периода портрет андре де рена хранящийся в лондонской тейт где также мы видим широкие пятна различных цветов причем фон строится не единым цветом а вот такими кусками заполненными разными цветами их сочетание между холодными теплыми оттенками вызывает у нас ощущение вот такой чисто живописной красоты надо сказать что подобные приемы собственно демонстрируют и другие мастера так мы можем здесь привести например портрет самого матиса написанный андре де реном где также мы видим те же самые принципы да где мы видим ну откровенно синие тени в моделировке лица и даже красный мазок подчеркивающий контур оправы очков изображенного персонажа вот это торжество цвета связанная связанная с определенными опять таки можно сказать мировоззренческими какими-то качествами ярко проявилась в работе радость жизни которая также принадлежит к вот этому важному периоду которая навеяна фольклором танцами песнями юга франция и которая ну собственно можно воспринимать как такую такой вид золотого века где человек существует абсолютно в гармонии с природой в центре композиции вдали мы видим собственно мотив который будет чрезвычайно важным а ряд мотивов в творчестве матиса повторяется на протяжении варьируется собственно не повторяется в тех же формах да но получать такое развитие красной нитью проходит через разные работы мастера разных периодов и собственно опять таки когда мы говорим об экспрессии цвета мы должны отметить следующее что собственно фавизм отмечен был вот таким достаточно оптимистическим на самом деле жизнелюбивым мировоззрением поскольку наделяли фависты красотой ярких сочетаний красок даже изображения скажем такого серого туманного лондонского дня вот это вот эти сочетания красок у матиса они всегда нацелены на достижение определенной красоты собственно теми же приемами пользуются другие мастера тяготеющие к экспрессии к экспрессионизму да мы можем здесь вспомнить например немецких экспрессионистов там точно также широкие пятна открытого цвета тот же самый принцип подчеркивания контура с помощью густой линии темной линии но в сочетании цветов у немецких художников мы часто чувствуем вот это нарастание тревоги да характерная для ощущения человека перед мировой перед первой мировой войной да ощущение каких-то социальных противоречий ощущение какой-то внутренней неспокойности тогда как у фавистов вот это торжество цвета и света она носит ну вот такой действительно более яркий и более гармоничный что ли характер в целом надо отметить что период фабизма он был достаточно коротким после этого периода то есть продлился он где-то до 1907 года после после этого пути мастеров расходятся то есть фабизма переда перестает существовать как единое направление да это всего лишь ну порядка двух трех лет но чрезвычайно ярких и безусловно повлиявших на художественную жизнь того времени надо сказать что в дальнейшем конечно мастеров разводят разные интересы да кто-то начинает интересоваться уже не проблемами цвета проблемами формы как будто увлекают кубистические построения которые опять-таки в 1907 году предлагает пабло пикассо другой видный представитель значимый представитель французской художественной жизни что же касается матисса то определенные характеристики творческого метода которые на самом деле мы можем в целом сформулировать они складываются в этот период и в дальнейшем они также будут присутствовать в его работах собственно мастер чрезвычайно много ищет в области разных цветов это не только яркие теплые цвета вот так вот этот натюрморт показывает нам замечательную такую игру света такие сияющие мерцающие оттенки которые существуют в синтезе и гармонии между опять-таки прохладными холодными тонами и яркими теплыми ну и собственно говоря к творческому методу мотива следует отметить что начиная с 1908 года он собственно открывает свою мастерскую то есть у него появляются первые ученики в 1908 году он начинает также формулировать какие-то важные для себя вещи касающиеся творчества и публиковать их а также мы ну собственно говоря высказывание самого художника сохранилось чрезвычайно много благодаря публикациям благодаря интервью благодаря письмам к родным и близким которым он уделял немало своего времени и собственно в чем ключевые основы творческого метода матисса при том что он много говорит о важности собственного чувства для живописца то есть характеризуя свою работу по копированию живописи старых мастеров он говорил о том что собственно совершенствуясь в рисунке и композиции он при этом ощущал что вот эта работа она не позволяет ему выразить его собственное чувство о собственных чувствах о важности выражения собственных чувств художник говорит чрезвычайно много да мы в качестве эпиграфа сегодняшнего вебинара привели вот такую выразительную фразу я просто кладу краску которая выражает мои чувства это можно определить как своего рода на кредо художника при этом отметим что художник никогда не порвать с реальностью даже в будущем в композициях которые будут отличаться в других техниках в позднем его творчестве когда он будет обращаться к каким-то стилизованным предельно стилизованным мотивам вот этого разрыва собственно с реальностью никогда не происходит то есть вот это важность реальности важность видения природы но преображенный собственно взглядом живописца его открытое заново с помощью его собственных чувств это и есть главная установка художника при этом он много говорит о цвете он говорит что для художника прежде всего надо обладать даром цвета как певец должен обладать голосом без этого никуда нельзя идти связь творчество художника с реальностью отражено в следующей фразе когда рисуешь дерево нужно чувствовать как она растет то есть вот это видение реальности видение природы видение окружающего мира но поданное через эмоции через чувства через восприятие художника таково основное творческое кредо анри матиса при этом он много говорит о выборе цвета и действительно на его его опыты говорят нам о том что собственно проблема выбора цвета цвета цветовых сочетаний была чем для него чрезвычайно важна когда лавина цвета сама по себе беспомощна проблема цвета это проблема не количество а выбора это тоже цитата анри матиса ну и собственно отметим что художник чрезвычайно виртуозно владел и рисунком то есть не только вот такой живописной техникой основанной на использовании цвета широкого мазка но и собственно чувством ритма чувством линии так вот такая ранняя работа опять-таки написано около 1907 года дамы на террасе картина которая пронизана светом показывает нам вот эту вот это чувство чувство игры линий потому что такие плавные очертания ландшафта изысканный силуэт дамы чередование горизонтальных и вертикальных линий в ограде балкон балкона террасы на котором женщина сидит показывает нам что собственно матис много внимания уделял также и проблемам композиции выразительности линии для меня одинаково ценный и предмет картины и ее фон или точнее говоря ни одна часть не важнее другое важна лишь композиция это также его высказывание и еще одно композиция это умение декоративно распределить различные элементы картины чтобы выразить свои чувства то есть вот это умение пользоваться традиционными средствами искусства цветом компоновкой изображенных элементов картины все это способствует самому главному самовыражению надо сказать что матиссы чрезвычайно интересовали самые разные сферы искусства и это в целом характерно для на вот этих первых десятилетий 20 века это интерес к востоку это интерес к традиционному искусству это случае с случае с матиссом это как раз вот такой пристальный интерес к востоку с 1907 года он реже обращается к пейзажу и чаще работает в области фигурных композиций и натюрморта ну собственно его на знакомство с испанией и с проявилось в таких работах как испанка с губном как испанский натюрморт где мы видим влияние в том числе и знакомство матисса с восточным искусством собственно в 1906 году он впервые попадает в алжир и это открывает новые горизонты для развития его творчества и собственно вот эти виртуозные орнаментальные мотивы которые буквально наполняют многие натюрморты этого периода они связаны в том числе и с интересом к декоративному прикладному искусству востока матис многие предметы собственно привез с собой и часто они попадают в композиции которые он пишет уже во франции к вопросу о выборе цвета да мы можем обратить внимание на композиции которые перекликают со своими орнаментальными мотивами это так называемая гармония в красном где собственно вот такое ярко яркие красно-малиновые цвета основного основного фона композиции скатерти которая покрывает стол в сочетании с крупными декоративными композициями которые украшают этот фон мотив окна опять-таки который тоже можно часто видеть в работах матисса когда собственно интерьер сообщается с пространством извне где мы видим частичку улицы или двора и совершенно не сложно уловить вот такую перекличку да и сходство в мотивах между собственно гармонией в красном и голубой скатерти на которой расставлены предметы то есть вот этот поиск выбора цвета да поиск цветовых сочетаний мы неоднократно в работах матисса видим цветовые решения оригинальность цветовых решений можно увидеть и в такой работе как разговор композиция которая создана около 1909 года здесь мы также видим мотив окна и изображены собственно здесь сам художник его жена они ли и мы можем обратить внимание также на простоту собственно трактовки формы здесь здесь света тени как таковой практически нет но есть общая такая синяя тень которая наполняет все пространство комнаты вот это такое такая находка которая в этой работе родилась будет в дальнейшем будет дальнейшем развита в композициях которые выполнены были для по заказу знаменитого знаменитого российского собирателя сергея щукина собственно щукину мы обязаны тем что многие произведения художников-модернистов художников начала века есть в крупнейших наших музеях он интересовался и работами импрессионистов собирал работы Клода Мане позже увлекся работами Ван Гога Сезанна и Гогена и вот уже поздний период в его собирательской деятельности будет связан с заказами с приобретением работ выполненных Анри Матиссом и этом надо отметить что Щукин входит в число собственно первых знатоков и собирателей которые оценили собственно талант Матисса благодаря сотрудничеству с Щукиным Матисс с одной стороны обрел какие-то чрезвычайно важные направления в дальнейшем развитии ну и собственно получал также и ту необходимую материальную поддержку которая опять таки позволяла давала возможность дальнейшего совершенствования собственно мы поговорим конечно о двух больших декоративных панно это панно танец и музыка которые были закончены последовательно друг за другом в 1910 году эти панно собственно первоначальный заказ был связан с панно танец закончена эта работа была первой и отличает ее вот такая максимальная простота и выразительность в том что касается и цвета в том что касается формы опять таки обратимся к словам самого художника связанным с теми принципами которые двигали им при рождении вот этих значимых композиций детализация нарушает чистоту линий и ослабляет силу чувства поэтому действительно мы не видим собственно такой детализации в панно танец это большая композиция размер ее 260 на 391 сантиметр то есть ее вот такое такой монументальный размер также чрезвычайно важен потому что это первые большие работы такого рода на которые решается мастер благодаря заказу щукина и собственно в дальнейшем опять таки вот эта линия тоже будет прослежен будет развита в его творчестве собственно когда раздал рождался замысел танца художник говорил что хочет воплотить его самыми простыми самыми многочисленными средствами не здесь отсутствуют какие бы то ни было оттенки да здесь абсолютно лаконичное решение но в то же время ритм композиции та энергия которая заключена в движениях вот этих таких загорелых красноватых тел выразительные линии экспрессивные линии фигур показывают нам действительно саму идею там само воплощение энергии там ну и позже была заказана музыка которая строится определенным образом на контрасте с танцем там мы видели бешеный вихрь людей который захватывает их в этот движущийся хоровод здесь же мы видим мотивы созерцательности собственно музицирование и персонажей которые слушают музыку которые поглощены игрой и которые повторят голосом звучащим инструментом те же самые основные три цвета это синий цвет небо зеленый цвет травы земли земли покрытой травяным покровом и собственно красные оттенки живой человеческой плоти но совершенно иной ритм да совершенно совершенно иная гармония отличает музыку в этот период матис собственно в десятые годы матис часто достаточно обращается к теме натюрморта пишет множество вариаций натюрмортов с красными рыбками в прозрачном сосуде с водой собственно известно не менее десяти десяти композиций на эту тему в некоторые натюрморты вводят также глиняные модели собственных скульптур собственно скульптуру матис начинает выставлять с 1912 года мы отметим что матис собственно как и крупнейшие мастера в истории искусства это мастер универсал который обращался к самым разным видам искусства и разным техникам он сотрудничал опять-таки с русскими сезонами в частности оформлял балет из травинского это было в десятые годы это было собственно тоже важная чрезвычайно этап его творчества ну и говоря собственно о цвете да о важности вот этого ну скажем так русского периода в творчестве матиса матис приезжал в москву в 1910 году и помимо вот этих открытий которые таили для него разные собственно произведения искусства разных народов в 1910 году он открывает для себя русскую иконопис и известно также вы его высказывание об этом в это время проходят важные выставки которые опять-таки по-новому заставляют посмотреть на традиционный вид живописи религиозной да характерны для российского православия и вот это восхищение перед колоритом перед простотой и выразительностью форм русских икон собственно тоже останется навсегда одним из важнейших впечатлений для матиса в 1910 годах помимо натюрмортов он также пишет ряд интерьеров собственно изображать интерьеры он будет также в дальнейшем на протяжении на протяжении последующих лет своей творческой жизни благодаря заказам и покупкам его работ щукиным художник смог арендовать затем купить дом из селе мулино под парижем где собственно и была исполнена вот эта работа мастерская художника или розовая мастерская хранящаяся в музее изобразительных искусств мы можем здесь увидеть ряд известных работ мы можем здесь увидеть стоящие на подставках скульптуры матиса слева от ширмы с висящей драпировкой стоит композиция в которой видят девушка с зелеными глазами то есть работа исполнена чуть ранее матисом ну и собственно вот это преображение окружающего мира взглядом художника проявилась в этой работе например в том что стены в мастерской оказались розовыми говорят что на самом деле в мастерской мастерской матиса стены были белыми но сочетание цветов и красокрасота аккордов цветовых заставила мастера в данном случае изменить собственно реальность приукрасив ее таким образом серия этих работ называется симфоническими интерьерами потому что собственно цвета здесь действительно существует в абсолютной вот такой симфонии они звучат в унисон различные цвета которые создают вот тот самый декоративный эффект художник показывает нам глубину пространственную показывает ее часто используя вот такой мотив диагонально расположенного какого-то предмета да как здесь желтый коврик который показывает нам при таком достаточно плоскостном общем решении показывает нам намек на то что здесь существует пространственность пространственная глубина какие-то композиции охватывают большую часть комнаты какие-то это лишь вот такие уголки как еще одна работа из музея изобразительных искусств во многих композициях этого времени снова появляются мотивы танца найдены в щекинских панно часто они сопровождаются натюрмортами то есть вот это апоэтизированная такая среда наполненная впечатлениями от творчества от искусства не раз будет возникать так в частности с вкупе с вот такими мотивами натюрморта мотивами нас турция к симфоническим интерьером относятся также вот это произведение надо сказать что опять-таки будучи в германии матец побывал в мюнхене на большой выставке мусульманского искусства там его на него чрезвычайно яркое впечатление произвели миниатюру книжные в мусульманском искусстве и вот этот семейный портрет где художник запечатлел свою жену амели дочь маргарет и сыновей пьера и жана играющих шахматы она буквально наполнена орнаментальными мотивами собственно вот эти восточные влияния они в такой подчеркнутой орнаментальности проявились собственно все здесь имеет свои вот такие декоративные детали и мотивы и обои на стенах и ковер и даже игровое поле тоже словно оказывается встроенным в эту общую такую декоративную систему в 1912 13 году зимы зимы собственно этих лет матец проводят в марокко и в этот период также создает ряд замечательных выдающихся произведений таких как марокканец амида ощущение опять таки вот этого света ощущение такого ощущение цвета которая связана с восприятием натуры в таких открытых световых отношениях характерно что сочетаются в этих работах опять-таки очень гармонично сочетаются оттенки теплые и оттенки холодные вот в этой работе собственно больше холодных оттенков но в целом она дышит теплом показывая великолепный дар матисса колори как колориста и собственно марокканский триптих вид вид включает три композиции центральной из которых является зора на террасе значит включает этот цикл три работы вид закма танжер зора на террасе и ход казба которые также выполнены с преимущественным доминированием холодных оттенков но умело их сочетание с пятнами теплых тонов формы линии ритм композиции показывают нам вот такое спокойствие востока которая открывается в виде из окна которая пронизывает фигуру девушки сидящий на террасе здесь тоже мы видим собственно такой узнаваемый мотив до красные рыбки в красные рыбки в аквариуме и наконец вход в казба еще одна работа из этого цикла собственно завершает эта работа этот цикл вот эта созерцательность которая отличает культуру востока она создана здесь умелыми средствами живописца надо сказать что по разному трактуют этот цикл в том числе его можно рассматривать и как вариации разных времен суток утра дня и ночи и завершает вот этот марокканский цикл арабская кофейня которая работа которая напоминает ковер исполнена она была в начале 1913 года и уже собственно в апреле этого года была приобретена опять таки сергей ивановичем щукиным силуэты опять таки вот это сочетание сочетание цветов гармония в линиях отличает и эту работу работа рождалась собственно достаточно медленно первоначально в ней было больше деталей но в конце концов как это часто в этот период бывало художник оставил только самое важное сосредоточил свои наблюдения на самых важных выразительных моментах ну и щукин писал матису что поместил эту картину в своей столовой также на востоке в этот период пишутся прямо в гостинице и замечательные натюрморты цветочные натюрморты такие как ваза с ирисами такие как аромоирисы и мимоза которые также вот эта красота живых цветов сочетается с декоративными мотивами драпировок орнаментов восточных матис много внимания уделяет женским образом он изображает свою жену Амели как чрезвычайно изысканную даму в период десятых годов мы часто видим образы женские образы в вот таких ярких модных парижанах в шляпах в ряде музеев собственно мира хранятся вот эти замечательные романтичные женские образы в период после второй мировой войны в 20-е годы мастер преимущественно с осени до начала весны живет в Ницце и создает в этот период также ряд вот таких неповторимых наблюдений как например «Девушка у окна» композиция запечатлена одна из излюбленных моделей собственно это главная модель этого времени танцовщица-музыкант Генриетто Дарри Каррер которую он изображает неоднократно в этот период с видом на английскую набережную бухту ангелов и в этот же период собственно Генриетто и два ее брата изображены в интерьере который заставляет вспомнить о симфонических интерьерах более раннего периода в семейном портрете по композиции также по насыщенности орнаментальными мотивами в этот период художник часто обращается к вот таким более традиционным методам моделировки в подготовительным студиям натурным студиям которые можно видеть например в его рисунках углем опять-таки пишет он и виды мастерской художественной мастерской неоднократно появляются в его работах этого периода мотивы отражения в зеркале ну и центральным мотивом собственно 20-х годов становится тема востока решенная через женские образы это так называемая серия адолесок ну на самом деле собственно вот это название адолески оно условно потому что это опять-таки такое романтизированные впечатлениям поэта и художника восток в этот период появляются вот такие вальяжные роскошные женские образы женщины полусидящие свободно расположившиеся или лежащие в удобных креслах на диванах насыщенные вот такими такой восточной экзотикой костюма опять-таки с орнаментализированными фонами через драпировки присутствующими в композициях замечательная серия женских образов связана с Лидией Николаевной Делекторской которая начиная с 30-х годов также входит в число излюбленных моделей Матисса создано огромное количество ее образов от вот таких беглых рисунков до живописных произведений как вот таких более подробных так и более новаторских решенных в геометризованных формах отметим что собственно Матисс занимался также скульптурой да мы уже это об этом сказали многие модели созданные в 10-е годы в получили воплощение в отливку в бронзе лишь последующие годы в 30-е 40-е 50-е годы здесь женские образы нередко принимают облик богини любви и красоты античной Венеры ну а трактовка форм опять-таки она то несет следы импрессионизма то следы больше геометризации более абстрактного решения нельзя не отметить и значение Матисса графика собственно его графическое наследие огромно это и подготовительные рисунки студии это и вот такие беглые наброски это портреты поскольку времени у нас не очень много мы вот эту линию его творчества связь его с графикой немножечко посмотрим на примере его работ как иллюстратора собственно в 1930 и 40 годы он работает как художник книги и это особая серия книг художественных которые появляются в это время это авторские книги которые издавались малым тиражом то есть это великолепное издание не массового характера а предназначенное исключительно для любителей искусства и Матисс много создает в этот период иллюстрации к поэзии и драматургическим произведениям первой такой работой большой стали иллюстрации к произведениям Стефана Маларме в дальнейшем он иллюстрирует Пасифаю Анри де Монтерлана в частности выполняя вот такие оригинальные композиции в технике линогравюры где линия белая светлая линия на выделяется на темном фоне собственно на черном фоне это и цветы зла Шарля Бадлера вот портрет поэта из этой серии ну позже в 1950 году вышла также роскошная книга стихов Шарли Орлеанского также с иллюстрациями Матисса ну и вот эти работы которые здесь представлены они показывают насколько тонко Матисс чувствовал разницу выразительных средств характерных для разных видов искусства там где для живописца Матисса главным выступает цвет для Матисса графика главным становится линия поразительно насколько точны легкие линии его рисунков переведенные в данном случае в технику гравюры и поразительно что здесь полностью отсутствует модулировка светотень пятно какие-то полутона главное выразительное средство в этих работах это исключительно линия надо сказать что Матисс чрезвычайно много внимания уделял рисунку и вот эта легкость есть результат ну вот таких многодневных поисков вот этой единственно верной идеальной линии вот этот танец еще один из цикла иллюстрации поэзии Кира Рансара наконец чрезвычайно интересна работа джаз вот такая новаторская по своему решению книга которая была создана при помощи вырезок из цветной бумаги окрашенной гуашью собственно говоря как джаз это музыка импровизации точно так же и оформление этой книги рождалась абсолютно как результат импровизации то есть воспоминания о каких-то собственно мотивах сказочных воспоминания о цирке собственно мотивы цирка чрезвычайно важны для книги джаз воспоминания о впечатлениях из путешествий ну и вот этот вот эта техника в которой здесь работает художник техника декупажа то есть это использование аппликаций значит вырезок из цветной бумаги окрашенной гуашью вообще эта техника она была впервые как считают появилась в творчестве матисы еще в десятые годы в дальнейшем она будет связана с работой тридцатых годов и вот такое важное развитие она получила в книге джаз в частности дополнены иллюстрации собственно этой книги были текстами высказывания самого матисса при этом не в печатной а в рукописной форме ну самая знаменитая наверное иллюстрация этой серии это икар и собственно в книге джаз есть выражения которые показывают опять таки что художником двигало когда он был увлечен этой техникой рисуя ножницами называется одна из собственно одна из заметок в этой книге врезаться прямо в цвет это напоминает мне работу скульптора высекающего прямо из камня то есть снова работа с цветом и линией но совершенно другими методами другой техникой ну и собственно вот та самая работа монументального характера которая тоже связана была с развитием декупажа в том числе это парижский танец работа монументальная которая выполнялась в рамках заказа доктором Альбером Барнсом для большой галереи его фунда в Мерионе в Пенсильвании собственно три вот таких люнетообразных формы которые насыщены опять таки формами человеческих тел которые отличаются предельным лаконизмом и опять таки таким прерывистым синтопическим ритмом превратить живопись в архитектуру сделать из фрески эквивалент цемента или камня вот эти новые идеи собственно связанные с монументальными работами будут характерны для позднего творчества Матисса и развитие эта линия найдет в оформлении капеллы так называемой капеллы четок в Вансе которую это последняя крупная такая чрезвычайно значимая работа Матисса в которой будут синтезированы все его качества и живописцы и графика потому что предельная выразительность при минимуме при лаконизме средств белые стены графические приемы изображения фигур святого Доминика богоматери на керамической пленке в сочетании с вот такими яркими цветами витражей характеризуют эту работу ну и отметим также что в последние годы жизни Андрей Матисс создал множество аппликаций работа в технике декупажа вырезая узоры из цветной бумаги и окрашенной гуашью дело в том что в последние годы жизни судьба отвела Матиссу достаточно долгий жизненный путь собственно тяжело было стоять у мольберта работая в традиционной живописи и цветная бумага стала возможностью создавать работы в таком облегченном варианте и основные излюбленные темы в это время это изображение цветов птиц и растений которые стилизованы которые почти доходят порой до абстракции но никогда полностью собственно абстракции не становящиеся ряд фотографий этого времени 50-х годов показывает нам как проходила работа мастеру помогали его молодые помощники и собственно мы видим как происходила эта работа первоначально окрашивались гуашью отдельные листы и в дальнейшем из вот этой вот этих аппликаций рождались замечательные декоративные панно как небольшие которые можно было расположить на стене так и собственно более монументального характера например об этом свидетельствует такой фрагмент интерьера из отеля Реджина в Ницце вот эти вырезанные цветные силуэты раскладывались на поверхности листа бумаги причем вместо расположения отдельных элементов композиции мастер искал передвигая собственно эти вырезанные мотивы ну и отметим что он никогда не придавал собственно сначала контур карандашом вырезая сразу изобразительную фигуру или изобразительный мотив непосредственно ножницами ну и нельзя не увидеть собственно переклички вот этих стилизованных растительных мотивов и мотивов скажем снежинок которые перекликаются друг с другом с теми мотивами которые украшают витражи в вансе ну вот эта композиция чрезвычайно интересна она достаточно лаконична разные цвета геометризованные формы которые образуют стройную гибкую фигуру африканской девушки и не менее великолепное панно попугаи сирены показывают что вот это чувство цвета оно собственно не изменяло мотив и в последние годы его работы и вышло на самом деле на новый уровень собственно достижения цвета соотношения формы и цвета линии и цвета и завершить сегодняшний вебинар я хотела бы на чрезвычайно позитивной ноте на мой взгляд эта цитата также выражает отношение к жизни в целом художника жизнь его надо сказать была в общем не всегда простой не всегда легкой но тем не менее находить радость в небе в деревьях цветах цветы повсюду для тех кто хочет их увидеть спасибо за внимание я сейчас посмотрю собственно какие есть вопросы и постараюсь на них по возможности ответить ну по поводу по поводу преломления традиции написания русских икон в целом надо сказать что вот какого-то такого прямо близкого воздействия можно наверное в конкретных произведениях не всегда увидеть но созвучие русской иконописи тем поиском которые отличали Матисса оно оказалось невероятным собственно говоря в его высказываниях есть мысли о том что художники-модернисты с таким трудом ищут то что русским иконописцам было известно многие века назад то есть вот эта выразительность силуэта выразительность цветовых сочетаний при простоте формы то что отличает собственно язык иконописи оно как раз было чрезвычайно созвучно Матиссу ну что же вроде бы каких-то вопросов еще специальных да нет на сегодня большое спасибо за внимание ждем вас на будущих вебинарах все они собственно оставшиеся будут посвящены творчеству крупнейших мастеров ну ряда крупнейших мастеров двадцатого века благодарю вас всего доброго уважаемые коллеги давайте поблагодарим марина георгиевна за сегодняшний вебинар и вас всех кто принял здесь участие а я в свою очередь хотел бы обратиться к вам с просьбой посмотреть вот этот ролик и по возможности поддержать директ академию в нашем начинании мы выдвинули наш проект на номинацию в премии свободные знания которые присуждает русская википедия и если вы считаете наш проект полезным для вас пожалуйста посмотрите этот ролик перейдите по ссылке которые есть в описании в этот ролик и напишите пару добрых добрых слов о нашем проекте ну что ж всем всего доброго я увидел просьбу о о о о о о том что на на другую на другое имя выписать сертификат мне понадобится некоторое время для этого и я попрошу повторить вашу просьбу на мой e-mail я его привел я думаю что сегодня вечером наверное я с этого с этим вопросом постараюсь разобраться вот для этого мне придется поправить базу данных в в нашем механизме выписки сертификатов ну что ж всем до новых встреч директ академии надеюсь вас увидеть на завтрашнем вебинаре который буду вести я на трех до новых встреч я наверное это было ну до новых встреч на этих тормозах трех Продолжение следует...